Торжественное мероприятие в честь Дня Учителя состоялось в областной филармонии. Помимо традиционных поздравлений, вручения ведомственных грамот, были названы имена победителей региональных этапов конкурсов профессионального мастерства. Тему продолжит наш корреспондент. Началось торжественное мероприятие с награждения призеров региональных этапов федеральных конкурсов. В номинациях лучший урок, лучший мастер-класс, лучшая педагогическая эссе, лучшая визитная карточка и других. Кроме того, были вручены федеральные и региональные награды специалистам образования Верхней Волжи, которым зачитали обращение губернатора Игоря Руденя. Хочу пожелать вам успехов в воспитании детей на основе духовно-разовных ценностей нашего народа, формирования у них чувства патриотизма, уважения к истории родной земли и памяти защитников Отечества. Счастья вам, вдохновения, талантливых и благодарных учеников, которые станут гордостью Творской земли. Губернатор Творской области Игорь Михайлович Владимирович. Участниками регионального этапа конкурса «Учитель России» стали шесть преподавателей из школ Твери, Ржева, Торжка, Вышнего Волочка, Кашина, Старецкого района. В итоге победителем стал учитель физкультуры Сергей Сивачев из Кашинской школы номер три. Ученики поддерживали, только из-за них пошел, в принципе, из администрации школы. Она тоже очень хорошо поддерживала, особенно хочется выразить благодарность нашему методисту, который закончил свою работу, Голубевой Татьяне Михайловне. На этом пути она тоже была победителем в этом конкурсе. И, соответственно, огромнейшая поддержка была получена. На областной этап конкурса «Воспитатель года» заявились пятеро участников из дошкольных образовательных учреждений Твери, Ржева, Старицы и Кесовой горы. Победительницей стала Виктория Щурова, представляющая детский сад номер 142 областного центра. По ее словам, было не просто не только потому, что это дебют, но и коронавирус наложил свой отпечаток. Это было, конечно же, в новинку. Мы первопроходцы, так сказать. Но справились, я думаю, успешно. Это шанс, опыт для меня в профессиональной карьере тоже неоценимые события. Признанная лучшим психологом Анастасия Иванина также отмечает, что пандемия коронавируса сильно изменила ее работу. Ведь профессия подразумевает личный контакт. Педагог-психолог – это тот человек, которому очень важно именно это межличностное общение. Его, к сожалению, не было. Но мы смирились к тем условиям, которые у нас в данном случае были. И поэтому мы в них пытались как-то приспособиться и действовать согласно времени и согласно тем условиям. Теперь эта троица лучших педагогов Верхней Волжи будет готовиться к борьбе за пальму первенства на федеральном уровне. Бояться не надо. Главное – верить в свои силы, отмечают они.